Добрый день, уважаемые зрители! Вы находитесь на канале Black Velvet, и сегодня мы начинаем цикл выпусков с названием «История одного стихотворения». Первый выпуск будет посвящен истории создания стихотворения Александра Блока «Незнакомка». Стихотворение Александра Блока «Незнакомка» по вечерам над ресторанами было описано в апреле 1906 года на основе жизненных впечатлений автора. Включено в стихотворный цикл «Город». Впервые опубликованы в сборнике «Нечаянная радость» Москва, издательство «Скорпион», 1907 год. В разделе «Весенние». Байт открыл из себя таинственно будничные озерки с небольшим ресторанчиком. Став с определенного момента завсегдотаем этого заведения, Александр Александрович мог часами сидеть в прокуренном зале за бутылкой красного вина. Литератор Георгий Чулков рассказывал, что озерки в то время – небольшой дачный поселок под Петербургом – оказались для Александра Александровича необычайно продегательным местом. Он любил там романтически пропадать, исчезав в Вене, в Вене. В ту пору Блок считал, что ему необходим новый жизненный опыт, связанный с погружением на грязное дно жизни. По данным литературоведа Владимира Орлова, озерковский ресторан находился неподалеку от вокзала. У поэта там имелось постоянное место у окна, откуда открывался вид на железнодорожную платформу. Весной 1906 года настроение Блока часто совпадало с состоянием Версилова, героя романа Достоевского «Подросток», который признавался. «Я люблю иногда от скуки, от ужасной душевной скуки, заходить в разные вот эти клоаки». Впоследствии Александр Александрович пояснял, что придуманная им в озерках незнакомка – это вовсе не просто дама в черном платье со страусовыми перьями на шляпе. Это дьявольский сплав из многих миров, преимущественно синего и лилового. Момент непосредственного создания незнакомки был зафиксирован поэтом Андреем Белым. По его словам, Блок вернулся домой в полночь, в мятом своем сюртуке, странно серый. На вопрос жены о причинах окаменелости он ответил «Да, Люба, я пьяный», после чего вынул из кармана листок со строчками «По вечерам над ресторанами». Горячий воздух дико глух. Как отмечал литературовед Константин Мочульский, они принесли ему славу. Она была куплена дорогой ценой. Позже Александр Александрович пригласил в озерки своего товарища, сотрудника символистских изданий, Евгения Иванова, чтобы показать, при каких обстоятельствах возникла незнакомка. Пошли на озеро, где скрипят уключены, и виск женский. Потом Саша с какой-то нежностью ко мне, как Вергей Лигданте, указывал на позолоченный крендель булочный, на вывеске в кафе. Все это он показывал с большой любовью, как бы желая ввести меня на тот путь, которым он велся в тот вечер, когда появилась незнакомка. Исследователи выдвигали разные версии, связанные с литературной генетикой блоковской незнакомки. Так, культуролог Николай Анциферов сравнил возникшее в сознании героеведение с грезами персонажа из Гуглевского Невского проспекта, художника Пискарева, который, следуя за поразившее его воображение прекрасной дамой, внезапно попал в приют разрата. По мнению литературоведа Кузнецовой, дышащая духами и туманами, одинокая красавица оказалась близкой родственницей героини стихотворения Валерия Брюсова «Прохожей», написанного в 1900 году. «Она прошла и опьянила томящим сумраком духов». Образ таинственной посетительницы ресторана восходит к аристократкам пушкинской поры, считает литературовед Игорь Сухих. При этом незнакомка облачена в одежде серебряного века, с его струящимися шелковыми силуэтами, шляпами, страурными перьями и вуалью, добавляющие облику загадочности. Не исключено, что когда алкогольный флёр рассеется, героиня превратится в падшую женщину, постоянную кабацкую гостью. Однако персонаж стихотворения не спешит расставаться с мечтой. «Отсюда вывод. Ты право, пьяный чудовище. Я знаю. Истина в вине». О связи с Пушкиным упоминал и Евгений Иванов, рассказывавший, что когда Блок привёл его в зерковский ресторан и показал свой столик, то перед другом поэта возникло аналогичное видение. Чёрное платье, точнее она, или, вернее, весь стан её прошёл в окне, как пиковая дама перед Германом. Андрей Белый полагал, что в стихотворении Блока угадываются отголоски Лермонтовского стихотворения из-под таинственной холодной полумаски. «И создал я тогда в моём воображении, по лёгким признакам, красавицу мою». Потому что внутреннее родство этих двух поэтов позволяло им обнаруживать совершенные черты и у астрального видения, и у уличной проститутки. И та, и другая одинаково обманны. По замечанию Иннокентия Анинского, первое, на что обратил внимание герой стихотворения, это узкая рука незнакомки. В отличие от Достоевского, для которого был важен узкий мучительный следок – Полина, игрок. Блок стремился укрыть своё прекрасное наваждение от кроличьих глаз. И незнакомка, и ряд других стихотворений Блока, созданных в ту пору, тематически перекликаются с некоторыми произведениями Брюсова. Их объединяет, в частности, образ ночного ресторана. К примеру, Брюсовские строки «Пустой громадный зал чуть озорён» соотносятся с Блоковским «Я сидел у окна в переполненном зале, где-то пели смычки о любви». Обязательными элементами при описании заведений и у того, и у другого являются золотое вино, скрипка, дымка, туман и хрустальные бокалы. «Блоковский герой не стыдится своего состояния. Я пригвождён к трактирной стойке. Я пьян давно. Мне всё равно». Точно так же отрешён от реального мира персонаж Брюсова. С тихим вальсом знакомо печальным, в тёмной парку сказают мечты. Художественные особенности Структурно стихотворение, называемое некоторыми исследователями «балладой», разделено на три части. Первая, состоящая из шести строф и рассказывающая о повседневной жизни в пригороде с его скукой, плачем детей, варежными прогулками, испытанных остряков, шумом и суетой железнодорожных платформ, даёт представление о реальном существовании рядового дачного посёлка на начало XX века. Вторая часть, также представленная шести устрофами, уносит героя и читателей в иллюзорный мир, возникающий в сознании наблюдающего за движением жизни поэта. В его химельном воображении возникает образ изысканной утончённой дамы, которая внезапно появляется в привокзальном заведении. Наконец, в финальной, тринадцатой строфе «Яфи-Мираж» соединяются. Константин Мачульский, анализируя стихотворение, обратил внимание на его музыкальность. Так, первое, ещё в окне, появление героини благодаря шипящим «Ж», «Ч», «Ш» создаёт впечатление осторожного шуршания, сопровождающего шаги незнакомки. Девичий стан, шелками схваченный, в туманном движется окне. А в следующей строфе интонацию задаёт уже рокочущий «Р» и веют древними поверьями её упругие шелка. И этот звук условной трубы перекрывает шум железной дороги и виску ключа на озере. Отзывы и рецензии на незнакомку поступали в основном от людей из окружения поэта. Так, литератор Модест Гофман отмечал, что атмосфера ресторана, описанная в традициях фантастического реализма, напоминает обстановку таких произведений Достоевского, как «Идиот» и «Подросток». Иннокентий Анинский, с одной стороны, указывал на абсурдность и вульгарность воссозданного блоком пригородного мира, с его шлагбаумами, канавами, женским визгом и скрипом у ключа на озере. С другой – признавал. «А между тем, так ведь и нужно, чтобы вы почувствовали приближение божества». Почти о том же самом писал в своей рецензии и билетрист Александр Измайлов, для которого загадочность стихотворения была связана с неожиданным сочетанием неземного с пошлым и грезы с обыденчиной. По мнению литературоведа Виктора Жермунского, история про нетрезвого поэта, которому является незнакомка, близка к сюжетам новелл Гофмана и Эдгара По. У их героев, по мере нарастающего опьянения, точно так же разрушаются обычные грани дневного сознания. Критик эстет Николай Абрамович обнаружил стихотворение «Гоголевский мистицизм», при котором в пустоту и скуку повседневности вдруг врывается нежное созерцание поэта. Георгий Чулков, защищая Блока и его незнакомку от нападок тех, кто не понял эфемерности ее образа, писал «Эти испытанные остряки и этот крендель булочный, и эти загородные дачи – лишь фантомы и призраки. Этот безумный сон о прекрасной незнакомке может присниться лишь на развальных быта. Для символиста остался лишь призрак быта, лишь темный кошмар, и надо преодолеть его, чтобы увидеть берег очарованной и очарованную даль». От стихотворения к пьесе Осенью того же 1906 года Блок написал лирическую драму «Незнакомка». Свидетельством того, что пьеса создавалась под влиянием одноименного стихотворения является эпиграф, присутствовавший в первой версии произведения и веет древними поверьями. Позже вместо него появилась цитата из романа Достоевского «Идиот» с описанием Настасии Филипповны. На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона. Давая непосредственное описание своей новой незнакомки, поэт выделил удивительный взор ее расширенных глаз. По замечанию литературоведа Владимира Новикова, на сей раз имя возможного прототипа главной героини было известно. Это актриса Наталья Волохова. Внешне, судя по воспоминаниям тетки Блока Марии Бекетовой, Волохова и выдуманная героиня из стихотворения «Незнакомка» были весьма похожи. Высокий тонкий стан, бледное лицо, тонкие черты. По версии английской исследовательницы творчества Блока Аврил Пайман, после периода весенних скитаний, загулов и грез, Александру Александровичу необходима была новая страсть. В то же время автор книги «История русского символизма» не исключала, что любовь к Волоховой носила со стороны Блока явный литературный характер. А сейчас давайте послушаем аудиоверсию «Незнакомки». По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, И правит окриками пьяными весенний тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, Чуть золотится крендель булочный, и раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки, Среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Над озером скрипят уключины, и раздается женский виск, А в небе ко всему приученный бессмысленно кривится диск. И каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен, И влагой терпкой и таинственной, как я, смиренно оглушен. А рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат, И пьяницы с глазами кроликов «Инвинуэритес» кричат. И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, Девичий стан, шелками схваченный, в туманном движется окне. И медленно, пройдя меж пьяными, всегда без спутников, Одна, дыша духами и туманами, она садится у окна, И веет древними поверьями ее упругие шелка, И шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. И странной близостью закованной смотрю на темную вуаль, И вижу берег очарованный и очарованную даль. Глухие тайны мне поручены, мне чье-то солнце вручено, И все души мои излучены пронзило терпкое вино, И перья страуса склоненные в моем качаются мозгу, И очи, синие бездонные, цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне, Ты право, пьяное чудовище, я знаю, истина в вине. Дорогие зрители, нам очень важна обратная связь с вами. Если вам понравилось видео и данный формат, поддержите нас лайком и комментарием. До новых встреч!